Друзья, всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о интереснейшем проекте, который меня зацепил и я не смог пройти мимо. На данный момент это один из самых топовых протоколов на ZK-Sync и является Lightning Protocol. Но это не совсем простой Lightning Protocol. Сразу же отмечу то, что он построен на Layer 0 и также является частью экосистемы Oracle PYTH. Но об этом немного позже и поподробнее. Также у них есть свой Stablecoin, который уже работает, но как бы тоже сейчас не суть важна. Гораздо более интересен тот факт, что у них будет скоро токен, который запланирован на конец данного квартала, то есть конец марта, начало апреля. И данный токен будет распределен среди участников протокола. И прямо сейчас есть возможность поучаствовать в активностях в данном проекте, чтобы получить токен бесплатно. Данный токен будет являться Governance токеном. Из утилити данного токена это будет Governance. Также будет стейкинг. Об этом немножко тоже поподробнее я постараюсь рассказать. Ну и хотя также не оседлать парочку трендов, это абстракция аккаунта, которая уже в процессе, и RVA тренд, который позволит из реального мира активы оборачивать в токены и под залог этих активов, по всей видимости, получать ликвидность. То есть лендинг протокол, который позволит вам брать стейблкоины под залог, например, своей квартиры. Ну, конечно же, это очень утрированно пока звучит, но будет интересно посмотреть, как они это реализуют, и эта задумка планируется на второй квартал. Следующий крутой нарратив и крутой сигнал на данный проект – это тот факт, что они хотят взаимодействовать с ZK Staxx. Это такой протокол, который позволит развернуть свой блокчейн, как, например, OP Stake в экосистеме ZK Sync, и, соответственно, уже существовать как отдельный блокчейн на базе ZK Sync. Классная вещь, потому как они хотят двигаться в направлении ZK Proof, и чтобы все транзакции максимально имели приватность через технологию The Rack Knowledge. Давайте перейдем на сайт. Есть две сети поддерживаемые – это Manta и ZK Sync. Я буду взаимодействовать с сетью ZK Sync Era, и, как вы видите, я уже взял и добавил в ликвидность лендинг протокола свои активы в стейблах и эфириуме. Также здесь я могу взять любую ликвидность в залог своих активов из этого списка, что я, в принципе, и взял со стейблкоином. Далее уже коке ревардом не начислены за использование лендинга протокола. Это yearly-zero монетки, которые будут конвертированы один к одному. Токен ZERO кота, он выйдет, и, помимо этого, еще холдеры yearly-zero токенов получат возможность предъявлять на 40% дропа токенов тех протоколов либо блокчейнов-партнеров, которые будут взаимодействовать с ZERO land. К примеру, Manta решит раздать дроп своим юзерам и, соответственно, выделит какой-то грант ZERO land, и ZERO land 40% может раздать среди своих пользователей. То же самое, кстати, мы говорим и про ZK Sync, у которого нет токена, поэтому вполне возможно тоже может быть какой-то грант от ZK Sync для ZERO land, который, кстати, один из топливейших протоколов на данный момент ликвидности в сети ZK Sync Era. И по данным DeFi Lama так и есть, видите, вот здесь ZERO land, он занимает второе место и первое среди лендинг протоколов. То есть это очень классный результат в данной экосистеме, потому что ближайший протокол, он всего лишь имеет 4 миллиона ликвидности, я имею в виду лендинг протокол, а ZERO land имеет в 5 раз больше ликвидности, соответственно, занимает второе место. Ну и здесь хочется провести параллель с Maverick протоколом. Почему-то мне эта история очень похожа. Вы знаете, что Maverick очень классно вышел. Он вышел на Binance, он получил хорошие инвестиции. И я считаю, что ZERO land идет примерно по такому же пути. Также они получили неплохие инвестиции. Давайте посмотрим, кто в них заинвестировал. И на данном этапе пока Тир-2 фонды. Это Morningstar Ventures, хороший фонд. Он инвестировал в такие проекты, как Stepan. Ну и помимо этого еще другие различные фонды. Некоторые из них я хорошо знаю, некоторые чуть поменьше. Но в целом это неплохие фонды, пускай и Тир-2, Тир-3. Всего на данном этапе на Сид-Раунде было заинвестировано 3 миллиона долларов. Что в принципе немало для Сид-Раунда. Также хочу отметить, что Алекс Глуховский, это фаундер Закосинка, подписан на твиттер данного проекта ZERO land. И следит внимательно за жизнью этого проекта. Итак, давайте перейдем к экономике проекта. Всего будет аж 100 миллиардов токенов. То есть большая эмиссия, поэтому токен просто будет изначально дешевый. Что под экономикой меня больше всего удивило, либо зацепило. То есть маленький процент у команды. Не знаю, почему так сделано. Плюс еще больше всего локов. Также 3% на Airdrop. Это здорово. Хотелось бы, наверное, больше. Но еще и линейный разлок. Ну ладно. У нас не будет большой трудности с получением дропа. Здесь все очень понятно. Они прямым текстом сказали, чтобы дроп делать вот это. И по TGE 18.8% на старте. Но не уверен, что так. Потому что еще есть вот такая табличка. И здесь в данной таблице. Здесь указано, что 13.9% всего будет. Ну как бы не совсем такие. Но циркулеет на старте в первый месяц. Поэтому не знаю, кому верить. Я думаю, что тут табличка будет посвежее. Тут лучше, легче корректировать. Нежели уже в самово встроенной табличке. Поэтому как бы вопрос остается вопросом. Но здесь уже не раз указывается, что TGE 18.8%. Что нам сейчас нужно еще знать? Во-первых, есть V-модель. То есть мы можем обернутый токен стейкать. Это примерно как происходит сейчас у Stargate. Вы знаете, нам можно участвовать в голосованиях. С помощью V-токена. И также получать какие-то комиссии. Или часть прибыли от платформы. Это все будет реализовано через V-модель токеномики. И здесь будет еще роздан токен ZERO. В количестве, по-моему, сейчас глянем, 10 тысяч. 10 тысяч в ближайшие 6 месяцев. Также, помимо этого, есть еще Liquid Provision. Здесь также можно будет за предоставление ликвидности на площадке получать токены ZERO. Дальше есть Airdrop инициатива дополнительная. Помимо того, что мы получаем токены ZERO. Также нам намекают здесь, что мы можем получить дроп от ZECaSync. За счет участия активного в ZERO. Потому как участие в ZERO подразумевает под собой большое количество транзакций в какой-то момент. И, конечно же, объемы. Также намекает про дроп от LER. Это то, о чем я останавливаюсь в начале видео. И сказал, что мы немножко поговорим о этом попозже. Но ссылка не кликабельна. Но ничего страшного. В целом, весь, видимо, ZERO Land как-то построен на OmniChain LER ZERO. И, видимо, это как-то может повлиять на транзакции внутри LER ZERO. Также то, что я и говорил, по дропу PYTH. Он точно подтвержден. Поэтому большая вероятность того, что взаимодействие с протоколом еще позволит получить второй дроп от PYTH. Также поговорим сейчас про первый дроп. Ссылки на сайте я не нашел. Поэтому придется воспользоваться ссылкой в моем телеграм-канале. Я написал подробный пост еще в середине февраля. И оставлю обязательно ссылочку на данный пост под видео. Ну и также подписывайтесь на мой телеграм-канал обязательно. Что здесь мы видим? Во-первых, действуем по инструкции. Переходим на сайт. Мы подключаемся к данному сайту. И здесь у нас необходимо подрубить Discord. И первым делом лучше всего сразу переходить по инструкции и вступать в Discord по ссылке. После чего переходим в гильдию. И в гильдии выполняем верификацию социальных сетей. После чего опять возвращаемся на данный сайт. Коннектим Discord. Пишем в Discord. Ну и обязательно добавляем ликвидность от 100 долларов в тейблкоинах. Это либо USDT, либо USDC. Возможно, нативный стейблкоин данной площадки. И нам каждый день будут начислять поинты. Также поинты будут начисляться за Borrow. Причем повышенным усилием. И также можете привлечь рефералов. Либо свои мульты загнать. И тоже получать аж 20% с каждого аккаунта. Круто. Также можно получать поинты за стейк PYTH. А остальные задания пока еще не открыты. Поэтому еще не поздно начинать. Все ссылки будут в описании к данному видео. Друзья, что ж. Давайте подойдем итоги. За каких-то там несколько минут действий. Мы можем увеличить свои шансы на получение дропа от нескольких проектов. Плюс ко всему гарантированно зафармить токены ZeroLand. На мой взгляд, нужно делать. Но вы знаете, что это не финсовет. И у вас у каждого есть своя голова на плечах. Помните, что все DeFi протоколы достаточно рискованы в плане взломов, хаков и так далее. Что касается ZeroLand, насколько я знаю, у них проведено несколько аудитов. Ну и в целом я этой площадке доверяю. Друзья, ну у меня там все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки или дизлайки к данному видео. Пока-пока.